Друзья, всем привет! Сегодня мы вместе с моим коллегой Олегом Никитиным с канала No Lien Son собираемся записать обзор на... Что? Тилт-шифт 50 миллиметров F1.4. Он не тилт-шифт, он просто тилт. TT Artisans. Я просто забыл название, как обычно, и хотел его по старинке назвать Вилтроксом. А все, что я хотел сказать сейчас, это то, что это первая часть этого видео. Выйдут они буквально там в течение пары минут друг от друга. И таким образом, смотрите его здесь, а по ссылочке в описании смотрите продолжение на канале Олега. Ну или, возможно, вы там его уже смотрели, то тогда вам придется посмотреть начало здесь. Коллеги, смотрите, вот сейчас, например, мы снимаем, и у нас кустик, который буквально в двух-трех метрах от камеры, и башня, которая, наверное, в километре от камеры на 1.4 на объективе 50 миллиметров, они оба в фокусе. И еще автобус, так как у нас линия фокуса проходит вот так вот, продольно вдоль, а все, что по бокам, в диком расфокусе. То есть тут и бакеха в целом от 1.4, и еще какое-то вот дополнительное такое, знаете, смещение стекол и соответствующий результат. Вот смотри, у нас сейчас просто получается сдвиг идет тупо влево, мы его сдвинули до конца. То есть он относительно оси. Стал вертикальный. Он нормальный, да, а сдвиг идет просто влево. То есть мы всю конструкцию сдвинули влево. Теперь нам надо попробовать сделать его горизонтальным и чуть-чуть искривить вот эту конструкцию. Давайте попробуем. Коллеги, у нас получилось добиться этого момента. Смотрите, то есть он у нас по-прежнему опущен, изогнут, и мы изменили вот здесь вот градусы под определенным углом для того, чтобы достичь той самой вот глубины, не знаю, глубины резкости, чтобы зона глубины резкости пролегала именно там, где нам нужно. И смотрите, как интересно. То есть бесконечность у нас сейчас на мосту, который вот, наверное, в 100 метрах там, в 80 метрах от нас. И как раз вот весь мост, который проходит через весь кадр, он у нас в фокусе, чуть кустика, а дальше все в расфокусе. И естественно, естественно, это выглядит так, как будто это какие-то миниатюрные машинки ездят. Опять же, прямо сейчас хочу эту ремарку сделать. Почему это выглядит так? Вот смотрите, вы когда макро снимаете, то у вас именно вот зона резкости, как бы вы там не закрывались, она все равно вот такая вот тоненькая. То есть весь кадр спереди и сзади в расфокусе, и тоненькая линия резкости. А этот объектив, он позволяет достичь того же самого эффекта не на макрокадрах, а на огромных кадрах, да. То есть мы сейчас снимаем общий план, по сути, и на нем есть тоненькая линия резкости. Вот и все отличие, вот и все, что нам делает tilt-shift, и это заставляет нас подумать, что это что-то крошечное. Конечно же, мы сейчас разных кадров еще наснимаем, но я не договорил. Это бесконечность, а если мы фокусируемся ближе, у нас наоборот, вот сейчас бац, и город, город вдалеке в резкости, часть кустика в резкости, а мост не в резкости, как это работает, черт подери. И если мы до минимальной дистанции фокусировки с вами переходим, у нас просто все в расфокусе. Вот кустик, город и только потом мост на бесконечности. По-моему, очень прикольно. Да я даже не знаю, что тут сказать. Ребята, вот такие засветы. Стоит отметить, что в данный момент у нас, вы видели уже на биролах, то, что надет NDF-фильтр от Freewell, еще первой версии. Он бутербродного типа, поэтому здесь мы, скорее всего, дополнительный засвет видим в том числе и от фильтра. Ну, так или иначе, ну, просто какой-то сказочный, абсолютно сказочный лук. Здесь была попытка сфокусироваться на веточке, которая вот ближе. Она сейчас так эротично покачивается, то есть я могу проворачивать фокус. Он улетает куда-то вот такой диагональной линией в сторону уже дальних веток. Ближние у нас в расфокусе получаются. И, собственно, это все, что нам доступно. И вот обратно мы возвращаемся сюда куда-то к веточке. И давайте, друзья, еще немножко я сейчас ослабил камеру. Вот, смотрите, вот такие засветики мы получаем. Да, возможно, фильтр тоже что-то дает, допустим, вот в этой части. Да, вот он, вот он, падение контраста. Но бокешка очень прикольная. Мне кажется, для творческих задач даже такой блик может использоваться как... В любом случае, да, это круто. Он не какой-то там ужасный, когда множество бликов вот здесь пролетают у нас. Ты есть, да, но сфокусироваться... Ну-ка, высунься, высунься. Сфокусироваться на тебе будет... Ну, там 50 сантиметров минимальной дистанции фокусировки, я думаю, что он не сфокусится. Сфокусировался. Да? Супер мягко, ультра мягко. Ты просто сейчас как Господь Бог. У тебя вся шевелюра светится, в боке уровня как будто это 0.1F. Короче, как-то так. Да, все это, кстати, на фулл-фрейме происходило, по-моему, ни разу не сказали. Да, да. Это объектив, который покрывает фулл-фрейм. Да, это на Asimist3 происходило. Здорово. А Back писался на FX30. Да, но я на своем канале, наверное, еще на FX30 что-то подсниму на него. Само собой, да. Или на английском канале, может быть, сделаю отдельно что-то. Ну, в общем, смотрите. Так, друзья, смотрите, мы сейчас сфокусировались без tilt-shift эффекта на минимальной дистанции фокусировки. На вот этом вот цветочке пока ветра особо нет. Но, конечно, очень мягенько. Все, мы сейчас чуть прикроем диафрагму. Вот смотрите, сколько у нас там диафрагма, непонятно. Перевернутым. Ну, короче, вот сейчас где-то, наверное, F5,6, F8 примерно. Вот, появилась какая-то хотя бы резкость. АСОшка, ну нет, у нас уже ISO 25600 уже с тобой. Я думаю, что ему достаточно на один столб прикрыться, то есть это примерно вот столечко. И вот она резкость уже нормальная, адекватная. Сейчас будем пробовать макро. Ты видишь, сколько там? Нет. Ну и ладно. Не с этой стороны, не с этой. А вот я вижу F2,8. Вот сейчас на F2,8 и уже в целом довольно хорошо резенько. Друзья, то есть, я не знаю, как это объяснить. Это супер странная история. Сейчас у нас максимальное искривление, то есть практически вертикальная зона фокуса. Это 1,4. Крайне сложно было поймать что-то в фокус. В любом случае, это софт. Когда вы делаете эффект tilt-shift, он уже софтит. Но при этом, смотрите, у нас Олег в фокусе. Он выглядит как какой-то оловянный солдатик в рост. Позади него деревья в фокусе. А слева, точнее справа, справа получается от тебя, уровень боке такой, что просто, ну, я не знаю, как это назвать. Ты не видел раньше такого, наверное? Нет, я не видел такого.